2 сентября будет отмечаться 30-е годовщина создания психологической службы Уголовно-исполнительной системы России. В настоящее время в учреждениях ГУФСИН, Приморье функционируют 22 психологические лаборатории, работу осуществляют 68 психологов. Они оказывают практическую помощь по реализации психологического сопровождения подозреваемых, обвиняемых, осужденных, а также личного состава учреждений и членов их семей. Заключенные – это такие же люди, как и все остальные. Здесь не является какой-то сложностью работать с ними. Когда мы работаем, мы не смотрим на человека, на осужденного, что это осужденный, что он отбывает наказание за какое-то определенное преступление. Мы смотрим на него, как на человека, у которого есть проблема, и который пришел к психологу за помощью в решении той или иной проблемы. Специалисты должны быть в своем роде универсальными солдатами. Работать необходимо с различными категориями отбывающих наказания за разные преступления. Например, Денис Петров, осужденный за три убийства, два похищения и один грабеж, находится в исправительной колонии номер 27 с 2010 года. Психологическая служба и колонии постоянно находимся в контакте. Более того, у нас еще есть в санчасти психиатр, единственный человек, имеющий высшее медицинское образование. И Анна Артуровна, она постоянно тоже контактирует с психологической службой. Психологам УИС необходимо быть хорошими диагностами, чтобы вовремя распознать деструктивные намерения спецконтингента, уметь работать с личным горем, утратой, потери мотивации. Для этого в арсенале пенитенциарных психологов Приморского края целый спектр различных техник и методов, список которых только пополняется. Во-первых, в начале я не сразу пытался чемодан, но мне просто понравилось, потому что она яркая, и много радужных цветов. Я ее выбрал, но чемодан, наверное, ассоциируется, может быть, с каким-то перспективой перемен, изменений, может быть, что-то такое. Демножко, наверное, помогает сменить обстановку, посмотреть немножко с другой стороны, приобрести другой взгляд. Я здесь занимаюсь проведением культурно-массовых мероприятий, организацией концертов, а также агитирую осужденных на рисование стенгазет, участие в концертах. Так специалистами ГУФСИН Приморья успешно применяются различные направления арт-терапии. Среди осужденных женщин пользуются популярностью метод метафорических ассоциативных карт и женские практики. Техника сплин-арт – художественная форма, в которой используется краска, холст и вращающаяся платформа. Поскольку холст крутится с высокой скоростью, трудно просмотреть изображение на нем до тех пор, пока платформа не перестанет вращаться, создавая ощущение неожиданности и неопределенности в процессе работы. Тем самым этот метод является достаточно эффективным при работе с негативными эмоциями. А анализируя работы, психолог имеет возможность своевременно отследить психоэмоциональное состояние человека и выбрать наиболее эффективную стратегию терапии. У данного человека адекватная самооценка. Он устойчиво стоит на ногах, он уверен в себе и в своих способностях. У этого человека набран очень хороший мешочек опыта. Сотрудники психологической службы ГУФСИН Приморья неоднократно принимали участие и занимали призовые места во всероссийских конкурсах профессионального мастерства. Анна Дьякова, Денис Фадеев, Новости на Восьмом.